По последним данным Министерство просвещения в России школьную программу в формате семейного обучения осваивают около 64 тысяч детей. Неофициальные цифры до 90 тысяч. Альтернативную форму узаконили еще 30 лет назад, однако большая популярность пришлась на ковидный и постковидный периоды, когда после отмены ограничений некоторые родители не захотели отправлять своих чат обратно в школу. С 2019 количество учащихся на дому растет практически в геометрической прогрессии ежегодно почти на 19%. У Елены Деевой трое детей. Все они осваивают школьную программу в семейном кругу. Такое решение приняли единогласно. Хотелось дать школьникам больше свободы в выборе увлечений, рассказывает Елена. Старший сын Елены Арсений недавно перешел в 10 класс. Успешно сдал основной государственный экзамен и начал готовиться к следующему этапу – ЕГЭ. Строит планы на поступление в ВУЗ. Я думаю о историческом факультете. Вот, собственно говоря, истории и общества знаний, вот что мне нравится. Их задавал новое. Занятия в хоум-скул проходят так же, как и в традиционной школе. Изучают все необходимые предметы – от гуманитарных до точных наук. Благодаря семейному обучению свободного времени больше, рассказывает Арсений. Решил освоить музыкальные инструменты. Недавно приобрел бас-гитару. Такой ответственный подход к семейному обучению – большая редкость, рассказывает куратор Арсения из 10-й Самарской школы «Успех» Инна Данилова. В учебном учреждении в 2023 году на учете состоят 124 ребенка, для кого родители выбрали альтернативную форму учебы. Здесь важно понимать – это именно семейное обучение, а не домашнее. Форма домашнего носит больше индивидуальный характер, но существуют и другие различия между этими вариантами учебы. Так называемое домашнее обучение или, если легче сказать, индивидуальное обучение на дому отличается тем, что дети, которые находятся на домашнем обучении, имеют медицинские справки. Семейное обучение, когда дети и родители принимают самостоятельное решение не обучаться в общеобразовательном учреждении, а взять на себя обязанность обучать детей самостоятельно на дому. Это дети, которые, ну, например, дети военных, очень частые переезды, дети артистов, или сами дети очень серьезно занимаются творческими, какими-то спортивными увлечениями, да, серьезно. Из плюсов семейного обучения опытный педагог выделяет большое количество свободного времени учеников и возможность концентрироваться на определенных предметах, которые будут нужны для сдачи экзаменов. Однако без должной самоорганизации дисциплины учеба на дому может превратиться в профанацию. Из этого вытекают минусы такого формата. Если ученик не сможет пройти аттестацию, знания проверяя с помощью контрольных и тестов, то вновь вернется в общеобразовательное учреждение. Контроль за качеством обучения строгий как со стороны школы, так и со стороны департамента образования. У нас аттестация промежуточная проходит два раза в год, как, мне кажется, в любой школе на семейном обучении. Это декабрь месяц и апрель месяц. Если ребенок не справляется с программой общеобразовательной и получает на промежуточной аттестации двойку даже по одному предмету, то мы даем такие сведения в департамент образования и родители в таком случае обязаны уйти с семейного обучения и снова вернуться в общеобразовательное учреждение. Одни из главных минусов семейного обучения, их выделяют психологи, зачастую низкий уровень социализации и сложности в коммуникации как с ровесниками, так и с людьми более взрослыми. Если формат обучения выстроен правильно, ребенок дисциплинированно посещает спортивные секции, творческие кружки, то недостаток общения и социализации еще можно компенсировать. Если же этого нет, то подход влечет за собой проблемы и последствия, говорят специалисты. За время учебы в школе ребенок в первую очередь получает навыки общения со сверстниками, навыки публичных выступлений и коллективной работы, навыки разрешения конфликтных ситуаций и дружбы. Это все равно общение, наверное, где-то в столовой, общение в коридоре, общение со взрослыми людьми, которые непосредственно не связаны с моим учебным процессом, но они тем не менее в школе присутствуют. Да, это в разы отличает именно домашнюю форму обучения, но, наверное, если мы говорим про общеобразовательную школу, то там еще большая вариативность. Зачастую в формате семейного обучения отсутствует соблюдение режима, с какой бы ответственностью родители не выстраивали учебный процесс. Школа – это то, что помогает приобрести такой необходимый навык, который поможет и в будущем. Выработать его в дальнейшем будет намного труднее, а ведь общеобразовательное учреждение – не единственное место получения знаний. Следующие этапы – вуз или колледж, где режим также играет далеко не последнюю роль. С точки зрения нейропсихологии, именно детской, да, вот нейропсихологии развития, мы говорим о том, что наш организм и детский организм очень любят режимы. Графики, режимы, в одно время встать, в одно время покушать, в одно время начать какую-то деятельность. И когда у нас нарушаются эти режимы, в зависимости от каких-то, да, ситуаций таких вот ежедневных, и не вырабатывается четкого графика, то нашему организму, детскому тем более, гораздо сложнее привыкнуть и начинать самонастройку. Вместе с растущей популярностью семейного обучения среди родителей, интерес к такой форме получения образования, возрос и у депутатов Госдумы и местных парламентов. Предлагают формат донастроить. Одна из инициатив – закрепление обязательной аттестации ребенка после каждого года обучения. Сейчас имеется норма, что родители могут приходить и приводить детей на промежуточную аттестацию один раз за уровень. Уровень – это с 1 по 4 класс. То есть ребенок может обучаться в семье 4 года, и только один раз потом прийти, либо сдать, либо не сдать. Когда он сдает всю промежуточную аттестацию, и все замечательно, он переходит в 5 класс – это одно дело. А когда он не сдает, и когда выясняется, что ребенок не освоил даже базу, мы поэтому сейчас говорим о том, что должна быть промежуточная аттестация хотя бы каждый год, чтобы можно было оценить знания ребенка за каждый класс. Помимо обязательной оценки накопленных знаний, депутаты предлагают усилить контроль за соблюдением прав детей, находящихся на семейном обучении. У них, наравне с обычными школьниками, есть возможность участвовать в олимпиадах, конкурсах и турнирах, получать качественные знания. Однако эти права соблюдаются не всегда. И не всегда это вина специалистов. Не более 10% родителей могут организовать альтернативное обучение ребенка не хуже, чем в традиционном учебном учреждении. Мы сейчас тоже видим, что родители, они не стремятся к тому, чтобы у детей был весь спектр тех предметов, которые изучаются в школе. Вполне им достаточно взять те предметы, которые необходимы для сдачи ОГЭ или ЕГЭ и готовятся только к этим предметам. Мы видим, что чем больше у нас уходит детей на семейное образование, также существует прогресс, тем большее количество детей возвращается в результате в обычные школы, потому что или не прошли промежуточную аттестацию, или самостоятельно не освоили. В ближайшее время депутаты намерены проанализировать опыт семейного образования и сформулировать инициативу по донастройке федерального законодательства. Например, это может коснуться родителей, их могут обязать готовиться к переходу детей на семейное обучение. Это включает в себя консультацию со специалистами, в том числе сферы психологии. Также необходимо выработать единую систему для всех государственных школ с детьми на семейном обучении. Несмотря на ажиотаж, традиционные учебные заведения среди родителей учеников остаются в приоритете. По последним данным департамента образования, в Самаре обучаются чуть больше 127 тысяч детей.